Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем на цикл передач разговоры о политике. Сделали небольшую паузу по определенным обстоятельствам, но сегодня выходим снова в эфир. И у нас сегодня в гостях человек, который очень много сделал для реабилитации калмыцкого народа. Это Аркадий Доланович Галяев. Он председатель Калмыцкого общественного фонда содействия полной реабилитации репрессивного народа и жертв политической репрессии. Аркадий Доланович, спасибо, что пришли к нам. Я когда с вами познакомился, я, например, не мог представить себе, что вы ведете такую деятельность, именно касающуюся реабилитации. Почему вы этим решили заниматься? Что вас подвигло это делать? И вот мотив ваш. Давайте начнем сначала. На сегодняшний день я не являюсь управляющим Калмыцкого регионального общественного фонда содействия полной реабилитации, потому что его 3 августа 2016 года Министерство юстиции Республики Калмыкия закрыло. В судебном порядке. В судебном порядке. С чем это связано? В сентябре 2014 года Государственная Дума издала закон, в соответствии с которым все общественные организации должны были привести к двум организационно-правым формам. И вот меня Минюстер решил наклонить, чтобы я в соответствии с этим законом привел. Я сказал, что, ребята, есть такое понятие, закон не имеет обратной силы. На момент регистрации те учредительные документы, которые мы подали, соответствовали федеральным, республиканским и даже международным законам. Поэтому, говорю, применяйте свой закон к новооткрывшимся организациям, но не к тем старым, которые уже открылись и на момент открытия соответствовали. Обратная сила закона. Да, но несмотря на это, 3 августа 2016 года Лестинский городской суд прекратил, закрыл единственную общественную организацию Республики Калмыкия, которая занималась вопросами реабилитации именно калмыцкого народа. Ну а теперь вернемся к вопросу, с чего все это началось. Да, хотел узнать. В 2007 год мне исполнилось 50 лет. Ну и я, как законопослушный гражданин, решил начать получить статус репрессированного. Подал заявление в Лестинский городской суд, но получил отказ. В связи с чем? Указ о восстановлении Калмыцкой автономной области в составе Ставропольского края, я подчеркиваю, был издан 9 января 1957 года, а я родился 17 января. Ну и, судя так, улыбаясь, скептически сказал, Артем Иванович, ну, не повезло. Вы родились в местах спецпоселения? Да, я родился в Алтайском крае, в Олейском районе, в местах спецпоселения, значит. И, ну, я парень настырный, такой въедливый, пошел, значит, в архивы, библиотеку, поднял все, значит, законодательные акты, касающие именно реабилитации, репрессий нашего народа. И, кстати, занимаясь вот этой деятельностью, я к удивлению узнал, что в республике Калмыкия, которая в свое время подверглась тотальной депортации, нет ни одной общественной организации, которая занималась бы вопросами реабилитации нашего народа. Ну, значит, на тот момент, а, значит, изучив тщательно все вот эти документы, а я заканчивал, значит, Екатеринбургский гуманитарный университет, у нас был очень хороший юрист, он всегда говорил, ребята, ставьте четкую, значит, иерархию между законами. Я знал, что указы вступают в силу с момента ратификации. А 9 января вышел указ о восстановлении Калмыкия автомобилей. Я, значит, поднял документ и нахожу, что указ от 9 января был ратифицирован 22 февраля на 6 сессии Верховного Союза РСФСР. Опа! – подумал я. Вот она уже, лазеечка, благодаря которой я могу себя реабилитировать. Но я пошел еще дальше. После ратификации указ должен быть напечатан, правильно, опубликован. И я, значит, в местном архиве нашем нахожу, значит, газету… – Дату опубликования. – Да, да, дату опубликования. – 7 марта 1957 года. Я пишу заявление в Лестинский городской суд. Извините, пожалуйста, но вы обязаны меня реабилитировать. Суду ничего не оставалось. И где-то, по-моему, в феврале я получил статус. Я был очень удовлетворен. Тут же я пишу статью. – Получаешь справку о реабилитации? – Да, да. Получаю справку о реабилитации. Становлюсь, как говорится, полноценным. Репрессированным. Хотя я всегда с чувством юмора, я говорю, ребята, всего лишь испачкали, говорю, 22 пеленки. Но этого было достаточно. Это посудовало поводом, чтобы я получил статус. Я написал статью, которая называлась «Прецедент Горяева». И напечатал, по-моему, в известии Калмыкии, обращаясь ко всем детям Сибири, родившейся по 7 марта 1957 года, с тем, что у вас есть возможность получить статус. Потом я обращался к Людмиле Ноновне, она тогда была начальником вот этого информационного центра МВД, который занимался вот этими вопросами. Я говорю, Людмила Ноновна, положа руку на сердце, сколько человек реабилитировалось благодаря вот этому прецеденту? Она говорит, Аркадий, даже если бы ты одного реабилитировал, и этого было бы достаточно, но благодаря тебе более 900 человек получили статус. А это 900 семей стали пользоваться льготами, это 900 семей получили какие-то льготы. Ну, это кто родился с марта 1956 по... Нет, это... Ну да, с 17 марта по... С 17 марта по... По 5 марта 1957. По 7 марта, именно по 7 марта 1957 года. Я в суде работал, я сталкивался с такими делами, мы их удовлетворили. Ну, после этого, когда я себя реабилитировал, значит, в процессе работы, я вот, как повторяю, удивился, что у нас нет ни одной общественной организации. И решил, значит, создать общественную организацию, которая именно конкретно занималась именно вопросами реабилитации. Значит, со своим другом Батром Бармангдаевым мы подготовили устав. Ну, и так получилось, что учредительное собрание прошло 14 июля 2007 года. Вот все, что связано с вопросами реабилитации нашего народа или с вопросами реабилитации других, почему-то преследуется какой-то мистикой. Понимаете? Вот я не придумывал специального названия вот нашему вот этому фонду. Он был просто, ну, организационно-правовая форма, она должна соответствовать, правильно? Ну, и название. Когда мы, значит, решили заниматься вопросом реабилитации, мы решили прямо с самой изначальной точки, что реабилитация должна быть полной. Не какая-то там куция, она должна быть полной. Это территориальная. Полный, вот я сейчас перебью вопрос, полный в соответствии с законом или полный в соответствии с... Нет, мы создавали общественную организацию, мы исходили из своих, как говорится, интересов. Но мы же все-таки патриоты своего народа, и я сказал, если заниматься реабилитацией, давайте заниматься полной. А полная включает это территориальную реабилитацию, это социальную реабилитацию, это культурную реабилитацию, это моральную, это экономическая реабилитация. И вот в соответствии с этим мы так и назвали свой фонд «Содействие полной реабилитации репрессированных народов и жертв политических репрессий». Покажите, пожалуйста, это покрыть. Можно, пожалуйста, покрыть даже. Вот такая вывеска у нас. Вот здесь, смотрите, у нас центральная часть – это Шачасан-Зулэ, и здесь по-старому-ангольски написано «Мёнг Тенгрин Кичиндеора» – «Под защиту вечного синего неба». И что самое интересное, я не подозревал, но один раз «Гентген Толхла» и «Кисинюзгэ» получилось ровно 13, понимаете, по количеству лет, проведенных моим народом в Сибири. И вот я что хочу сказать, вот всё время, всё, что связано с реабилитацией моего народа, всегда какая-то мистика присутствует, понимаете. Я не придумал, вот именно, не подгонял именно, чтобы было 13 начальных букв, а так получилось, понимаете. Ну и создав, значит, 14 июля 2007 года, опять мистика. 14 июля – это день взятия Бастилии. И в одной из статьи, после того, как мы создали фонд, я написал, что 14 июля – это день взятия Бастилии, и нам придётся штурмовать вот эти бездушные башни чиновников. Так оно и получилось в будущем. Когда мы занимались вопросом реабилитаций, мы постоянно сталкивались с бездушием. Ладно, когда это люди другой национальности, но когда обидно и коробят, когда калмыки, да, это внуки, дети, те, кто перенёс этот ужас, да, они всеми своими фибрами почему-то воспрепятствовали. Почему не дать, например, человеку, родившемуся 8 марта, там, или я условно говорю, 10 мая. Нет, один, значит, из Троицкого, ну, можно сказать, мужчина моего возраста, он добился реабилитации, сославшись на то, что нас же потом возвращали Планово, потому что здесь не было ни работы, ни жилья, и в соответствии с Госпланом, а Госплан тоже, это фактически тоже репрессия, потому что не давали выехать. Потом ещё было... Самостоятельно никто не мог... Да, да, потом давали такие понятия, значит, с работы не увольняли специально, была негласная, как говорится, негласная команда, чтобы не увольняли калмыков, держали. Потом билеты давали ограниченному количеству лет. Это тоже репрессия продолжалась. И вот мужчина, доказав, доказавший, что действительно его удерживали, всё равно, знаете, министерство, по-моему, МВД опротестовало. Обжаловало. Обжаловало, опротестовало, и с этого человека сняли статус. А то есть он не получил? Он получил по суду. Ну, вначале получил, по первому, по первому, по апелляции нет. Ну, а почему бы ему не пользоваться? Он же в Сибири там родился, он же, извините меня, тоже пережил всё это самое. Ну, и начал заняться, значит, занявшись вопросами реабилитации. Я сам по образованию не юрист, а экономист, но у нас был очень хороший юрист, и он всегда говорил, ребята, говорит, всегда включайте логику. Ну, я включил один раз логику и, значит, написал, подготовил заявление, значит, всех детей, родившихся до, по-моему, 9 сентября, по международным законам, должны были реабилитировать. Чем это связано? Многие же наши матери приехали беременные, значит. А плод по международному закону с 12 недель уже не является физиологическим положением женского организма, а обладает особой правосубъектностью. Только на этом основании мы могли бы реабилитировать всех детей, родившихся до, условно, 9 сентября 1957 года. Ну, видите, российское, значит, государство, хотя говорил о том, что международное право превалирует, а на местах оно, извините меня, так же оно косвенно, так же оно, как говорится, не любит нас, туземцев. Ну, дальше, реабилитировав 900 человек, значит, мы осознали, что, ну, Калмыкия, конечно, хорошо, но у нас же 11 народов подверглась татарной депортации. Это чеченцы, ингуши, балкарцы, карачаевцы, турки, месхетинцы, крымские татары и так далее. И у нас возникла идея создания, значит, уже союза репрессивных народов России. А, всех. Да, всех объединить, потому что, ну, одному калмыкинскому народу тяжело заниматься, добиваться своих попорных прав. Ну, да, и возникла такая идея, чтобы легче действовать. Да, да, совместно, да, добиваться, восстанавливать. И, значит, в 2009 году, 18 апреля, здесь, в Элисте, здание кинотеатра Родины, откуда, кстати, были, собирали наших стариков, родителей, откуда отправляли в сибирскую ссылку. Это, считаю, тоже было какое-то, как вам сказать, ну, это историческое место, откуда вы селяли. И просто мы должны были там провести. Спасибо, конечно, на тот момент администрации города Элисты, что нам пошло. Очень большую помощь нам в этом оказал Виктор Степанович Куйкинов. Он, значит, принял все делегации, разместил бесплатно, кормил вот эти два дня. То есть, эти все 11 народов приехали? Нет, не приехали. В учредительном собрании принимало участие, значит, 4 народа. Это калмыкии, чеченцы, ингуши, балкарцы и карачаицы. 5 народов. 5 народов, да. От калмыкии выступил наш фонд, от карачаев выступил карачай-халк-терео, от чеченцев выступил дети Дагестана. Ну, ввиду того, что чеченцы и ингуши выселялись в место, у них была совместная делегация. И от балкарцев была представлена организация Совет Старейшим Балкарского Народа. Вот в таком составе, значит, мы провели учредительное собрание 18 апреля и зарегистрировали в Союз Репрессивных Народов России. Хочу сказать, основная и главная цель создания Союза, это было инициирование Международного Военного Трибунала над коммунистическим режимом. За тот, значит, геноцид, который был совершен над нашими народами. И вот эту идею, значит, Трибунала Нюрмэрк-2 мы постоянно продвигали и хотели, чтобы, значит, о ней услышали в Европе. Кстати, с нашей подачи потом она услышала. И где-то в 2010 году на одной из сессий Европарламента была принята резолюция, в соответствии с которой коммунизм был приравнен к фашизму один к одному. Далее, что я хочу сказать. Дальнейшие действия фонда, вот как повлияли действия фонда именно на репрессированные граждане? Что там? Может, что-то изменилось у них? Какие-то материальные блага? Что-то восстановление культурной ценности? Вот вы какие-то свои цели преследовали? Достигли ли этих целей? Ну, во-первых, когда мы создали союз, у нас возникла идея, ну, чем-то союз должен был себя зарекомендовать. И вот под эгидой союза репрессивных народов мы издали вот такую прекрасную книгу. Она называется «О вкладе репрессивных народов СССР. Победу Великой Отечественной войне». Значит, книга говорит о вкладе советских немцев, карачаевцев, калмыках, чеченцах, ингушах и болгарцах. Хочу сказать, что немцы подверглись депортации 28 августа 1941 года. Раньше всех? Раньше всех. Несмотря на это, немцы успели дать шесть героев Советского Союза. Вы знаете, что в районе Саратова была республика немцев Нижнего Поволжья. Это где-то 450 тысяч человек было население. Но та республика действительно была примером, как вести экономику, как вообще уклад. Это было примерное хозяйство, представляете? Оно было примером по всем показателям. Депортировали 2 миллиона 500 тысяч немцев по всему Советскому. Они заполнили трудовые лагеря, рудники, и можно где-то сказать, что немцы тоже в тылу ковали нашу победу. А их на какую территорию выселили? Ну, в основном Казахстан, Средняя Азия была. Ну, и по разным оценкам они на рудниках работали, на Север, в Оркуте, на Рильске были немцы. Ну, их тоже разбросали. Такое было понятие, как трудовые лагеря. 2 миллиона 500 тысяч немцев. 450 было по старатам? А 450 непосредственно в этой республике еще не было. И 2 миллиона по всему СССР были разбросаны. Нет, вот вместе с этими немцами было всего 2 миллиона 500 тысяч. Что хочу сказать. Вот эта книга вышла тиражом 6 тысяч экземпляров. Это о вкладе трудовом и ратном наших репрессивных народов. Я всегда говорил, что ни один народ по определению не может быть предателем. И я никогда не стесняюсь и, как говорится, не выгораживаю. Мы никому ничего не должны доказывать. Ничего не доказывать. Эта книга, вот эта книга, она ярко сидит тому, вот этому нашему беспримерному героизму. Вот в этой книге, по-моему, на странице 90, есть такой маленький тезис. Вот вся, кстати, книга, каждый тезис, каждая страничка, каждая цифра документально подтверждена. А кто автор? Автор мы все народы. Здесь в работе этой книги принял авторский коллектив из, по-моему, 6 или 7 профессоров и 11 кандидатов социологических, политических и других наук. Ну и были просто писатели, просто были патриоты. Что хочу сказать? Вот том один написан, значит, второй том? Да. Вот сейчас, буквально в мае, через 10 лет мы, как говорится, сподобились и издаем второй том, куда войдет ратный подвиг, значит, крымских татар, армян, балкар, проживающих на крымском поле, и турков-мисхекинцев, ну или турки-акийских. А то есть, друг других народов. Да, это да, да. Не вошедших. Да, да, не вошедших. Первое то, почему мы задержались, потому что я в 13-м году ездил, не, в 12-м году ездил на переговоры с крымскими татарами, но они почему-то сказали, что мы считаем, что это война оккупационная. Я сказал, вы неправильно трактуете. Вообще, мы жили в одном государстве, это государство называлось Советский Союз, и наши отцы, наши деды шли защищать нашу общую родину, они шли защищать свои семьи, и есть такой у них, кстати, дважды герой Советского Союза Амед Хан Султан, это крымский татарин. И в разговоре с крымскими татарами я сказал, что вы знаете, а он вам не принадлежит. Они даже как-то растерялись, говорят, как не принадлежит? Он принадлежит всем нашим репрессированным народу. Ибо на примере таких сыновей, как Ахмед Хан Султан, Басан Городовиков, говорю, мы там, находясь в ссылке, говорю, вот эти имена воодушевляли нас, не давали нам сникнуть, давали вот эти силы для того, чтобы мы выжили и вернулись на свою родину. Они, кстати, растерялись, я сказал, что он вам не принадлежит. Он действительно принадлежит нашему миру репрессированных народов. И вот на 90-й странице в разделе о депортации именно карачаевского народа есть такой тезис небольшой, что офицер НКВД ворвался в дом престарелой Горянки и потребовал, значит, собираться и выходить. На что, значит, старая Горянка достала из сундука пять похоронных, похоронных на пяти своих сыновей, погибших в бою. Получалось, что кроме старой Горянки выселять было некого. Офицер задумался, перешел в другую комнату и застрелился. Ну, это вообще... Ну, это очень было официально. Да, да, это официально. Но человек просто не мог дальше жить, понимаете, его совесть просто не позволила. И эта книга, она вся наполнила таким подвигом. Здесь о наших... Вы знаете, что первый танковый таранк сделал наш Калмык? Нет, я не знал. Не знал. В 1938-1939 год, бои под Ханхинголом. Итак, дорогие друзья, в связи с высказыванием, да, у нас, Штыгашево, да, с так называемым Штыгашизмом, я рекомендую, я сам прочитаю, я рекомендую всем прочитать эту книгу. Аркадий Доланович, я думаю, мне любезно предоставить ее. Называется «Вклад репрессированных народов в СССР в победу в Великой Отечественной Россией». В воене войне, том первый. Это все авторы. Аркадий Доланович, продолжайте. Так, ну что, продолжаем по Союзу репрессированных народов России. И, издав вот эту книгу, ну, во-первых, я считаю, эта книга, хочу дополнить, находится, 50 экземпляров мы направили в Ленинскую библиотеку. Ну, представляете, тираж 6 тысяч книг. Ну, здесь по Северному Кавказу. Значит, две книги я отправил, значит, в Национальную библиотеку Монголии. И две книги находятся в Национальной библиотеке Саха-Якути. Никогда я не был за границей. И вот в связи с 70-летием депортации в 13-м году меня Камынская диаспора пригласила, оплатила мне проезд, будучи в Америке 13 дней, опять, понимаете, Миссик, опять только 13 дней. Я не поленился, потратил два дня, не зная английского языка, поехал в Вашингтон, нашел библиотеку Конгресса Соединенных Штатов Америки и там зарегистрировал навечно имена наших отцов и дедов в этой самой такой авторитетнейшей библиотеке мира. Чем я горжусь? А на чьи средства издавалось? Каждый народ, значит, издал, то есть каждый народ вложил определенную сумму. К нашему великому стыду Республика Калмыкия не вложила ни одной копейки. Депутаты Целинова РМО, как раз был Басанович депутатом, они собрали 20 тысяч, дали, и Горвудоканал Владимир Лежигаряев, 15 тысяч, вот это я озвучу, конкретно кто дал на эту книгу. Ну и моя жена, Валентина Сергеевна Горяевна, которую вы хорошо знаете, 220 тысяч вложила на эту книгу, дабы не опозорить наше имя. Я всегда говорю, что, боже мой, две шубы до пят, норковые. Ну, мне кажется, эта книга важнее. Мы все уйдем, а имена наших отцов, дедов останутся в века. С учетом сейчас развития интернета, есть она в электронном виде? Да, она есть в электронном виде. Мы ее специально разместили, чтобы... Итак, дорогие друзья, эта книга даже есть в электронном виде. Всех призываю почитать. Можете... Не надо читать про всех, можно... Нужно почитать только о наших, о комныках, которые унесли вклад. Ну, хотя бы так. Ну и чтобы быть последовательным, значит, исходя из устава Союза репрессивных народов России, мы решили провести съезд репрессивных народов СССР. СССР. Ну да. При СССР же усиляли, согласен. Да, потому что крымские татары жили тогда в Крыму, свободной, будем так, демократической Украине. И поэтому такая мысль возникла. Значит, провели колоссальную работу, были написаны доклады. Я очень, как председатель, требовал очень жестко, чтобы не было проходных докладов, чтобы все доклады потом легли в основу новых законодательных актов. Например, например, был написан доклад о физиологическом состоянии спецпереселенцев. Это голод, истощение, дистрофия, смертность и так далее. Потом второй доклад был написан на тему психологическое состояние спецпереселенцев. Это значит, это постоянное унижение, поражение в политических правах и так далее. И вот эти все доклады в будущем должны были лечь в основу новых законодательных актов. Да. Проведение съезда мы решили провести в городе Симферополь. Украина, Крым. Почему? Потому что там проживает один из репрессивных народов, это крымские татары. Если в 1957 году нам дали возможность вернуться на свою родину, то крымские татары такую возможность получили только после 1991 года. Даже те, которые приезжали в 1989-м, им не давали ни прописки. Вот я недавно был, перед Новым годом ездил, когда договаривался насчет второго топа, они рассказывали, как они рыли землянки, как их гнобила вот эта полиция тоже украинская. Фактически старший брат, то есть младший брат, будем так считать, Украина, проводила ту же репрессивную политику, что и Советский Совет в отношении нас. Ну и Российская Федерация сегодня. Почему в Крыму? То есть реабилитации крымских татар так и не может. Так и нет. Если в отношении нас каким-то образом ну выдали справку о реабилитации, признали репрессивную. Работает закон о реабилитации жертв политических репрессий, то в отношении них нет никакого, нету никакого законодательного акта. И знаете, вот что смешно, когда, значит, Крым отошел уже к России, президент, по-моему, Порошенко на тот мой лет решил, значит, задним числом предоставить им автономию. Это уже, конечно, было смешно. Вот если бы татарам... Ну это был политический ход, а не для того, чтобы людям сделать хорошо. Уважайте людей, это их не родина, это Крымский полуостров, это родина крымских татар, они истинные хозяева, это они коренные жители. И почему решили... А население какое у них сейчас? 2,5 миллиона, значит, жителей Крымского полуострова, ну из них крымских татар, где-то, по-моему, около 400 тысяч, 4-х сайтов. Ну, многие еще остались в Узбекистане. Ну, давайте вернемся к теме о съезде. Почему именно хотели в Сеферополь прийти? Потому что, значит, в 12-м году я специально три раза возил делегацию Союза репрессивных народов, а делегация всегда составила из представителей репрессивных народов. Всегда был один чеченец, один ингуш, один балкарец, один карачаец, Калмык. Мы этим показывали географию народов, которые подверглись репортации, депортации, значит, и геноциду. И показывали, вот что, какое, какое количество народов все-таки было подвергнуто. Проведение съезда мы назначили, значит, на 23-го августа. этот день заключения пакта Молотова-Риббентропа. Специально мы этот день сделали, показать, что вот именно эти две тоталитарные системы, фашизм и коммунизм, подвергал людей геноциду. К большому нашему сожалению, съезд не случился. Не состоялся. Не состоялся, да. Кстати, я предварительно договорился со всеми, значит, послами, аккредитованными в Украине, что они будут присутствовать. Даже получил, значит, заверение двух послов, по-моему, Литвы и Эстонии, что обязательно, Аркадий Думанович, будем, будем содействовать, поможем. Потому что этот, не будем скрывать, что народы Прибалтики тоже в свое время подверглись депортации. И наши родители рассказывали, что в Сибири было много и литовцев, и эстонцев, и латышей. Поэтому для них эта тема тоже их боль, как говорится, и они нас понимают. И только вот недавно я узнал, вот перед Новым годом, когда ездил, вел переговоры по изданию второго тома, что это все-таки были происки Федеральной службы безопасности. Если бы в 13-м году в августе мы провели бы съезд репрессивных народов России именно в Крыму, то еще очень, как говорится, сомнительно смогла бы Россия аннексировать Крым. Вот я, кстати, этот вопрос всегда задавал. Потому что в августе был бы такой ажиотаж, Крыму было бы привлечено все мировое внимание, и в такой ситуации вряд ли Россия позволила бы себе такой беспардонный шаг выхватить одну квартиру у соседа. Вот, в принципе, вот так по союзу. А сегодня именно союзом репрессированных народов какая деятельность ведется? Ну, на сегодняшний, после того, как в 19-м году мы создали, в ноябре 15-го года произошла ротация. Ну, у нас два срока. Мы же не Путина, значит, мы не обнуливаем себе срока в соответствии с уставом, значит, ты избрали, да? Да, мое место занял Ингуш. И вот недавно, значит, я слышал, что эту должность занял, значит, Карачаевец. Карачаевец. Ну, ребята мне звонят, жалуют, что Аркадий Иванович, как вы ушли, все, вся работа заглохла. Здравствуйте, дорогие друзья. Поскольку последнее время мы стали часто говорить о развитии гражданского общества на территории нашей республики, о контроле действующей власти со стороны этого общества, о том, что мы хотим научиться выбирать правильно правильных людей, мы решили проводить занятия по изучению действующего законодательства о выборах, по результатам которого мы подготовим компетентных наблюдателей, которые будут контролировать ход тех или иных выборов. Эти занятия будут проводиться с апреля месяца на выходных, то есть в субботу и воскресенье по адресу города Листа Ленина 361. Весь март месяц мы будем формировать группу для обучения. Желающие пишите, звоните на номер телефона, указанный на экране. Это мой номер, мы для всех открыты, мы вас всех ждем. когда мы создали именно Калмыцкий региональный общественный фонд, возникла идея создать свой флаг. Вы знаете, мы все служили в армии, у меня почему-то не было такого трепетного отношения к флагу. Когда этот флаг выстрадаешь, когда действительно этот флаг это боль нашего народа, это слезы, это кровь, это столько, это память о тех, кто остался в Сибири. Вы знаете, я несколько ночей не спал, придумал эскиз этого флага, рисовал его в разных этих, как говорят, в ракурсах рисовал. Я не знаю, здесь есть, нету? Здесь, по-моему, где-то я приносил. Вы приносили, я сейчас найду, найду. Говорите, пожалуйста. Посмотрите, пожалуйста. Ну и, значит, а вот, да, да, вот этот флаг, смотрите, флаг, вот, все очень продумано, значит, здесь, значит, здесь 13 язычков пламени, опять 13, опять мистикой, ну, 13 язычков по количеству лет, проведенных моим народом в Сибири, значит. Ну, в центральном месте флаги, значит, это, ну, будем сказать, герб вот этого фонда. и я сразу поставил на центральное место, это сейчас Шачасанзулы, это как память о тех наших близких, которые остались навечно в Сибири. И вот мне не хватало вот окоемочки, я мучился, мучился, ходил, и обратился к Садмому, это наш преподаватель из университета, наш земляк, я говорю, Садмон, вот что-то не хватает. Он говорит, ну, что-то не хватает, напиши это, пословицу, чем предварял Чингисхан все свои указы. Мюнг Тенгрин Кичин Де Уре. И тут же написал по-старомангольски, я его приложил, вы знаете, пазлы сошлись, все. Мюнг Тенгрин это под защиту вечного синего неба. И вот с этим флагом я объездил весь Северный Кавказ, этот флаг побывал, кстати, в Америке, я его развернул на Капиталистском холму. И, кстати, история этого флага очень интересного. Вы знаете нашего травматолога, знаменитого Валерия Ханинова, сына брянского партизана Мишка Черного. И он, значит, в январе 2011 года поднял его на высочайшую вершину Африки, гора Келеманжаро это 5 тысяч 895 метров. И через год, через год буквально, в 13-м году в январе, будучи больным, у него была операция на горло, он опять поднимается уже на высочайшую с этим же флагом, а он весит 400 грамм, он шелковый, с двух сторон, значит, золотые нитки, он всегда стенал и говорил, Аркадий, нельзя ли перешить флаг? Я говорю, дурак, кто перешивает флаг, тем более, такое. И он ему, и вот в январе 2013 года он поднял его на высочайшую вершину Южной Америки, гора Акон Кагуа, 6 тысяч 962 метров, почти 7 тысяч. Вы знаете, у этого флага славная история, славная история. Я жене всегда говорю, если загорится дом, выноси флаг. Более ценного я в своем доме не вижу, выноси флаг, потому что это история наша, она останется. То есть, сейчас вы как бы по-другому относитесь? я сейчас очень трепетно отношусь к флагу. Именно к этому? Именно к этому, потому что этот флаг принадлежит репрессированному нашему народу, вот именно который прошел через эти страдания. Кстати, вот я не понял в каком году проходил круглый стол в музее имени Пальмова, собрали стариков репрессированных, знаете, и снимала Алла Долгина. Это был документальный фильм для наших потомков. Ну и наши старики, будем так говорить, из них я был самый молодой, я тоже репрессированный, кстати. Ну, вы знаете, у стариков есть такая наклонность, они вспоминают все самое радостное. Какие-то сандалии, дружба с мальчиками, никакого негатива. Я вот это сидел где-то час слушал и был в ужасе, потому что судя по их рассказам, нас было хорошо. Да, нас в купейных вакуонах повезли в Сибирь, и мы в санаторных условиях прожили там 13 лет. Но с другой стороны хорошо, что это говорит о духе наших. Фильм отошел для поколения, чтобы они знали то, что перенесли наших. И когда мне предоставили слово, я сказал, я говорю, поймите, что 13 лет это были 13 годами ужаса, это было 13 годами вопиющей несправедливости, это было 13 годами бесчисленных жертв. Я говорю, вы вспомните, как над нами издевались, как коменданты грубой форме, издевались над фронтовиками, у которых, извините, вся грудь была в орденах, понимаете? А я вот вспоминаю двух своих гагашек, это мои сестры по отцу, одна, значит, в 11 лет умерла от голода. Вот я помню, отец иногда выпьет, плачет, он такой, да, он мне был такой жесткий, и вот плакал, он вспоминал, как он на санках вез ее, у него, они с бабушкой вдвоем были, с матерью, у него не было сил, у него ребенок был, 11 лет, у меня не было сил, говорит, выкопать могилу, и мы, говорит, ее снегом так запорошили, а потом у него сестра 16-летняя, погибла, на лесоповале. Я когда выступал на митинге, по-моему, в Карачаево, Черкесии, тоже сказал, и сказал, разве, говорю, они не хотели жить, разве они не хотели любить, создавать семьи, хотели. Их просто убили, наши государства. Академия Иванович, вот, в связи с этим, мы потихоньку подходим к теме возмущенного, ужасного, да, высказывания в отношении нашего народа, Штыгашева, да? Хотел бы услышать ваше мнение по этому поводу. Ну, я позавчера выступил на митинге и сказал, что Штыгашево это член Единой России, это выкормыш Кремля, это говорящая голова Кремля, которая дала санкции оскорбить, осквернить славный и рад калмыцкий народ. Все это было сделано преднамеренно, чтобы унизить нас, а затем следующим шагом ликвидировать национальную республику. Все делается к этому. Вот это, значит, 20-летнее бездарное управление, они сейчас хотят что сделать? Они хотят, значит, по образу губернии, помните, были, дореволюционные губернии, сейчас, как называется, на современный язык, округа, Нижневолгский округ, согнать туда, несколько областей, Волгоградскую, Астраханскую, тогда республику, Калмыкию загнать и все, и спрятать концы, понимаете, и объяснить это экономической целесообразностью. О какой целесообразности можно говорить, если за 20 лет правления Путина уничтожено более 78 тысяч заводов и фабрик. Я не буду приводить много этих фабрик, но Волгоградский трактор, это же гигант Челябинский трактор. Волгоградский трактор, кстати, бои шли на окраине, а он производил продукцию. Танки. Да, в военное время, тяжелейшие, а сейчас что? Нас кто-то разбомбил, и что? Поедите, посмотрите. Страшная картина, это как будто я всегда говорил, что даже американцы с ихними высокоточными ракетами не носили бы столько ущерба, сколько наши чиновники бездарные, вот это путинская клика, это ребята из путинской подворотни, понимаете? А Штыгашево, что Штыгашево? Ну, что он выполнил задание, вот наш народ естественно возмущен, для нас это оскорбление, лично бы, конечно, вызвать его на дуэль, да пристрелить, самый лучший вариант, но Кремль не позволит, и суда не будет, почему? Я же сказал на митинге, что суды у нас не самостоятельные, не самостоятельные, ну и та политика колониальная, которую сейчас Кремль проводит, он вписывается, его риторика вписывается, вернее, это не риторика, Штыгашево, это риторика Кремля, надо это понимать, мы живем в колониальной России, где республики всего лишь являются колониями, колониями, основной бенефициар, бенефициар, это человек, который получает основные дивиденды, находится в Кремле, за счет чего процветает Москва, это митрополе, за счет того, за счет грабежа, регионов, отсюда они выкачивают все природные, людские, и финансовые ресурсы, оставляя нам какую участь, прозябать и деградировать, я по образованию экономист, у меня самая любимая настольная книга, это Ли Куань Ю, премьер-министр Сингапура, книга называется «Из третьего мира в первый», представляете, в 62-м году приедя к власти, это была забитая английская колония, такие рыбацкие деревеньки, ни одного природного ресурса, ни одного, и даже пресную воду они завозили с Малайзии, разношерстное население, там китайцы, малайзийцы, я не знаю, сингапурцы, как у них национальность, и вот Ли Куань Ю сумел консолидировать это общество, так же мы можем в республике консолидировать все нации, у нас природных ресурсов, нефти, газа, у нас проходит трубопровод КТК в год, кстати, только за прокачку нефти бюджет республики Калмыкия должен получать 260 миллионов долларов, нам же дают несколько автобусов, как туземцам, бусы, и мы, значит, радостно, задрав штаны, радостно, значит, смеемся, но это дикость, понимаете, дикость, вот как экономист есть экономические модели, при котором можно благодействовать, не надо, как говорится, друг другу горло перегрызать, тем более мы живем в современном мире, мы понимаем, что все-таки нравственные и моральные ценности, они гораздо выше, материальный мир, он конечен, конечен, а духовный он бесконечен, поэтому вот забыв свой язык, а мы фактически его забыли, мы потеряли стержень, один раз я писал статью, что из Сибири мой народ вернулся совершенно другой, двоеточие, ослабленный, имея ввиду, что более 50% населения мы оставили там, в холодных снегах, морально униженные, мы морально униженные были, потому что в спину или вслед нам кричали, что мы предатели, а вот представляете, как бы жить все время морально униженным и надломленным написал я, жена моя возмутилась и сказала, не пиши так о своем народе, что он надломлен, я возразил и сказал, Валя, если бы мой народ не вернулся надломленный, то в 64-м году не отменили бы национальные школы, а я в 64-м году пошел первый класс, беджа, то ясю, школу отклонили горсакар, медгубелев, и гурмун, джильдан, орсе, бакши, намаги, гад, хамхладала, понимаете, да, потом, я даже думали, я думал на калмыцком, мой отец знал наизусть, это был прекрасный язык, понимаете, я вот сейчас уже на сына риджана, я сейчас возвращаюсь к своему стокам и потребность говорить мне все возрастает геометрически с каждым днем и сейчас я приступил к написанию статьи, называется социальная роль старика, о чем? Мы перестали выполнять социальную роль, вот люди старшего поколения должны казахов, казахов, говорить по-калмыцки, рассказывать о наших традициях. Мы к этому попозже вернемся. Как вы, активный деятель общественный в Калмыкии, что вы скажете про реакцию наших властей на вот это вы сказали? Что нашего? Вы прокомментируете это? Я вот, зная, вы человек очень такой эмоциональный, хотел бы услышать вашу реакцию на то, что делает наша власть по отношению к спикеру Хакайского парламента. Наша власть ничего не сделает. Ни Хасиков, как глава республики, ни Казачко, как спикер народного хорала. Это второй человек, это законодательный орган. И я не знаю ни депутата народного хорала, кроме Намсыра Манджиева, который действительно мужественно и честно поставил на одной из сессий вопрос о том, что, ребята, давайте особые постановления, давайте прокуратуру, пусть возбуждают уголовное дело. Нет, Казачко замылил, более того, он сказал, давайте прекращать этот базар, балаган вернее. Для Казачко это балаган, понимаете? Он не осознает, где он живет. Он всю жизнь прожил здесь. У него так и остался уровень завгара. Я просто поражаюсь. Вот эти сессии, которые показывают, это пример, как не надо проводить сессии. Вот это его бездарность, это его, я не знаю, тупость, она прямо лезет изо всех дыр. И этот человек, уже, я не знаю, сколько лет он спикером нашего парламента, само его присутствие в этом кресле, оно дискредитирует нас, ойрат, калмыков. Его надо гнать оттуда, поганой метлой. И вот вы спрашиваете, как отреагирует наша власть, да она никогда не отреагирует никак, потому что она труслива, зависима. Если Хасиков назначается Путином, что он может сказать против своего, извините, патрона? Согласны? И вот когда было, помните, эйфория 20 марта, я помню, его временно исполнялись, и тут, знаете, сразу... Это пикотинец Путина. Он будет делать то, что ему скажут. Да, безраздельно, конечно, власть, кто здесь в Калминке, делает все, что хочешь, но будет требовать одного, чтобы здесь было тихо. Москва заинтересована в одном, чтобы было тихо. Она боится. Она боится и митингов. Мне кажется, она скоро будет бояться одиночных пикетов. Вы же видели, как предвзятые к нам подходят, если ты стоишь с плакатом. Они этого боятся. Уже нам на Лубянке вчера отменили одиночные пикеты. Страшно, как я сказал, 22 апреля может этот путинский паханат стать реальностью. Путин покусился на основе Конституции. Понимаете? На основе Конституции. А Конституция это основной документ, на основании которого издаются федеральные законы. А он норму федерального закона хочет всунуть в Конституцию. Понимаешь? Это бред силой кобылы. Я юрист, я понимаю. Ну, я просто я не юрист, я экономист, но вот то, что совершает, возмущение у меня вызывает, естественно, нормально. Конституция, я знаю у вас очень хорошее чувство юмора, очень хорошее чувство юмора. И когда мы встретились на митинге с вами... Благодаря этому я живу. У меня маленькая пенсия, но зато большое чувство юмора. Это круто же. И вы, когда я с вами здоровался, вы сказали, я не подам тебе руку, интервью взял у Виталия Дагина, у этого, и как-то вот... Ну, я хотел бы, чтобы здесь вы вывезли, вот по этому поводу. Ну, что скажете о интервью Дагина и Виталия, который съездил к Штыгашу? Я, кстати, потом специально просмотрел основную часть, касающуюся вот его поездки в Хакасию. Во-первых, для того, чтобы поехать в Хакасию, нужны огромные деньги. Я вам честно говорю, я работал в Иркутске, я в Иркутске работал, я все время летал самолетами, я знаю. Вот сейчас я, когда полетел в Америку, значит, мне племянница моей жены достала билет через американскую авиакомпанию, и билет обошелся всего лишь 16 тысяч. Туда и обратно, представляете? Москва-Нью-Йорк, Нью-Йорк-Москва. А слетать с Москвы, например, в Иркутск, где-то 48 или 50 тысяч. В один конец. И, значит, ну это просто я так финансово отошел. В Абакан. Дальше. Хорошо. Полетел Дагинов в Абакан. Хорошо. Я так посмотрел, он исходил вроде из благих намерений защитить честь своего дяди. Ну да, он так и говорит. Дядя действительно, как мой дядя, тоже орден красной звезды, моего тоже за отвагу забыл, но мой дядя все-таки два именных пистолета привез. За храбрость. Хорошо. Не возбраняется, есть. Езжа, вернее. Ну ты поехал как частное лицо. А почему такая огласка? И получилось так, вы знаете, защищая достоинство своей дяди, он рикошетом прошелся по нашему народу. Вольно или невольно его поездка была предана огласке и очень негативный получился ответ реакция. Понимаете? И особенно вот как снимали его, что он якобы свое моральное унижение оценил в один рубль. Виталий Дагин это твои проблемы. Понимаешь? Если ты их хочешь решай, решай их в тюне, в тишине, понимаешь, чтобы никто не знал, оскорблен весь мой народ. И тогда мне спросили, а как ты Виталия охарактеризуешь? Ну знаете, много слов говорить про Виталия Дагина, но скажу одно емкое. Виталий Дагинов вот именно в этом случае это одно большое недоразумение. Понимаете? Защищая как бы достоинство своего дяди, он рикошетом прошелся по нашему народу. Хотел он этого или не хотел, а теперь как будут судить о нас? Вот я всегда говорил, что у меня есть только имя. Чувство собственного достоинства. Больше у меня ничего нет. И мы не имеем права его потерять. Такое чувство собственного достоинства есть у моего народа. И это самая высшая прерогатива, что есть. Понимаете? Я всегда говорю молодому поколению, ребята, давайте так, келян, и газра. Все. Экономика, я как экономист, три-пятилетки по пять лет все вытаскивается. Все вытаскивается. Буквально. Правильно? Ну, если правильно работаете. Да, если правильно работаете. Нормально, ребята продают адекватно. У нас нефть, газ. Лично я, например, я сторонник социального государства. Я говорю, приходим, ну, условно, так, гипотетически, там, нам сыр, Виктор Ильич, мы, наша команда приходит, мы сразу открываем лицевые счета на каждого гражданина республики Калмыкия, независимо от возраста, вероисповедания, вероисповедания или и пола. По окончании года процентов 30-60, ну, в зависимости, какая у нас экономика, денежки будут зачисляться на лицевые счета. За такую республику можно идти воевать. А за баснословные, значит, и виртуальные миллиарды Миллера, Ротенбергов, мы не пошлем своих детей в внуков, понимаете, это будет абсурд. А за такую родину, да. Кстати, я хочу сказать о родине. Будучи в Америке, будучи в Америке, нас часто приглашали на встречи, по-моему, город Хэллоуэл небольшой. Я оглянулся назад, сидит бабушка, минут-минут, но я так понял, что она английским не владеет. Матнахальм, говорит, гендат, и гад. Я говорю, манав, бахчуд, говорю, отчет, санангэдер. Заилуба, астагед, гархтауэлз. Бей, наин хойэрт, танкэн, тэн, гажарты, дау-тавын, джилбе, анаф. Одачэгдин, зүйдündэн, манаттепеснаф. Игаткелвэн. Бей, утхавад, дереккесін, его, зүркіндэн, кэршчаттауэблую. Иряднааран, кергендан, игаткелуэл. Я должен был поехать только за этими словами Ну да, согласен Согласен? Про родину, да, конечно Аркадий Иванович Давайте сейчас поговорим о реабилитации нашего народа Я точно знаю, мы в рамках закона о реабилитации репрессированных, жертв политических репрессий Получили 10 тысяч, что ли? Около 8 тысяч Ну там был устанавливаем факт нахождения имущества, на наличие имущества, на наличие имущества и все Кроме этого, что было? Давайте я вам расскажу Нашим родителям вернули по 8 тысяч, ну теми деньгами, 8 миллионов по-нибудь То есть за то имущество, которое они потеряли? Да, если перевести в доллары, в одно время у меня была статья, она так и называлась Коммунальный оскал геноцида Ну ввиду того, что я там, кстати, упомянул, что вот на те деньги, которые нам якобы Вернули за утраченное имущество, можно было купить на тот момент всего лишь два деревянных туалета Ну это и как бы звучит оскорбительно Но это та цена, с которой с нами расплатились Ну и коммунальный оскал, именно эта статья Это льготы были по коммуналке Да, были льготы в соответствии с законом о реабилитации жертв политических репрессий Значит, на нас распространялась такая льгота, что каждый репрессивный 50% натуральной величины Сколько бы ты ни тратил, 50% государства брало на себя, а за 50% платили вы То есть мы уголь покупали, я помню, что правильно Дальше, что сделать? В 2010 году сделали монетизацию Но наше правительство, вернее, наш парламент, 27 депутатов, которых я назвал фашистами Ну, ребята, ну это все равно, что залезть к своей матери, к своему старенькому отцу в карман И оттуда украсть деньги, понимаете? Это самое унизительно, аморально, понимаете? И цинично Вот так наши депутаты сделали Я узнал Убрали эту льготу? Они монетизировали, я сейчас вам объясню Это монетизация как? Якобы вы все заплатите 100%, а потом государство вам задним числом вернет Те 50% А, по фактической оплате Да, как бы, как бы Ну, у нас же до этого была монетизация лекарств Да А к концу лекарств, ни денег никто ничего не получил Я же также предупреждал, что такая же фишечка пройдет именно с этим Цена вопроса была 80 миллионов Собрали депутаты и сказали, так, если не приняте закон о монетизации То не получите 80 миллионов по статье ветхое жилье Ну, ничего Наши депутаты, разве там депутаты? Разве там сидят представители народа? Там опять это ядеросня Я всегда говорю слово ядеросня Мне по нему-то преследует какой-то неприятный запах Запашок Ну, ядеросня Понятно Ну, и вот Вот так, значит, нас обманули народ И сейчас в пересчете В пересчете, если вот сейчас нам что-то какие-то крохи бросают То мы фактически где-то 70% платим И только 30% государство нам возмещает Хотя по закону не должно быть ни одного закона, умаляющего наши права Что кроме еще для жертв политических репрессий? Что еще позволялось? Ну, позволялось, значит, ну, льгота действует, значит Один раз в год мы имеем право, значит, в любой конец Российской Федерации съездить И нам возмещать Протезирование будет? Поезд, поезд, плацкартный вагон Значит, там, где поездов нету Туда-сюда, самолетом летишь Но там 50% в основном Протезирование, кстати, да Протезирование есть, да Ну, это, я считаю, все-таки капля в море Если сравнить то горе, что мы пережили Это капля в море То есть по имуществу у нас не восстановили Да То есть это, ну, вообще ничто, ни с чем сравнить, там, да, с той же, там, с тем же скотом, который... Да, сколько мы оставили Вот, давайте поговорим про два района Вы говорили, что полнейшая, полная реабилитация, то есть территориальная Да, давайте Изначально, когда, значит, мы задумались, заняться вопросами реабилитации Мы сразу сказали, реабилитация даже быть... Чтобы не терять время, вот, насколько это реально? Значит, до тех пор, пока не будет Нюрнберг-2, вопрос так и будет висеть в воздухе Почему? Потому что российское государство из года в год, значит, накладывает мораторий на исполнение закона о реабилитации репрессированных народов Реабилитация репрессированных народов имеет 13 статей Российская Федерация сама издала закон, но его не исполняется Да, это федеральный закон, кстати, 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 значит, когда мы начали поднимать этот вопрос о территориальной реабилитации А статья 3 закона о реабилитации репрессированных народов так и звучит Реабилитация репрессированных народов означает признание и осуществление их права на территориальную целостность, существовавшую до антиконституционного перекранирования границ На восстановление национально-государственных образований и возмещение материального ущеба Так гласит статья 3, понимаете? И, значит, соответственно, ни одна статья вот этого закона не работает, даже точка не работает, запятая не работает, понимаете? То есть идея была хорошая, а реализация не... Ну, спасибо, что делегаты вот этого съезда в 91-м году все-таки его приняли, потому что появилась правовая основа что-то оспаривать, понимаете? А до этого был правовой вакуум. Ну, пойдемте дальше, значит Мы, значит, подняли вопрос о возвращении двух районов. Это Приворский и Долбанский, ныне Длиманский район, значит Ну и что? У меня, кстати, дома есть документы, так и написано, тетрадь, рабочая тетрадь, значит, Астраханского исполкома Исполкома, где, значит, на 113 страницах исполком Астраханский доказывает, что Калмыкия полностью реабилитирована На полном серьезе они так пишут, что мы полностью реабилитированы Дальше, значит, когда мы начали заниматься вопросами возвращения двух районов Значит, в отношении меня сразу, значит, в июне 9-го года Прокуратура Республики Калмыкия, я повторяю Это надзирающий орган за законностью Значит, вынес мне предостереждение о недопустимости экстремистской деятельности Якобы Горяев требует территориального передела Российской Федерации А Горяев требует всего лишь Исполнение народа Закона, да, плохо он или нехороший, это другой вопрос Но раз вы кричите на каждом перекрестке, вернее, кричали, что Российская Федерация является правовым государством То, извольте, принцип правового государства Это принцип неукосительного исполнения федеральных законов Так вот, прокуратура Республики Калмыкия, надзирающий орган за законностью Инкриминирует мне экстремизм Я, естественно, как человек неглупый Экстремизм, кстати, очень серьезный Пожалуйте И фактически признает вас экстремистом Ну, спасибо, у нас есть такой друг, правозащитник Семен Николаевич Атеев Семен Николаевич Атеев, значит, помог мне создать кассационную жалобу Верховный суд Республики Калмыкия И судебная коллегия в составе трех судей Я уже не помню кто Где-то, по-моему, в сентябре А есть же решение у вас А, да, да, мне кто-то здесь лежит В составе трех, значит, признала, значит Признала, что она там признала Что все действия Горяева Что все действия Горяева законны и справедливы Какой год был? Это был 2009 год 2009 год, 17 сентября Вы знаете, я был удовлетворен То есть вы не экстремист? Я оказался не экстремистом Хотя мне этот ярлычок хотели повесить Это смешно же, как человек Ну смешно, знаете При этом говорят, что мы живем в правом государстве Ну и давайте эту тему закончим С возвращением двух районов Я, как человек, который в этой теме уже давно Предполагаю То, что при нынешнем режиме путинском Нам эти два района никогда не вернут Вы сказали, что нас объединят с городом, наоборот, с ними Нет Вот тогда, может, вернется Пока мы, как говорится, живы Мы должны, как говорится, свои права защищать Единственный вариант Я допускаю, я всегда это говорил Что единственный вариант Это Нюрнберг 2 Ну, вы уже ответили Там, там, кстати, эта книга, кстати Она имеет Двуякую, как говорится Роль Это не только дать мужеству И подвигу наших отцов Но эта книга Как свидетельство того Что именно в то время Когда наши отцы и деды воевали храбро Складывали головы на поле Вот именно в это время Это подлое государство Депортировало и начало геноцид В отношениях наших народов Вот эта книга имеет Второй смысл Ну, понятно В сегодняшних реалиях Да, и вот если Нам удастся провести Нюрнберг 2 Который осудит коммунистический режим Вот тогда можно ставить На повестку дня вопрос Возвращение двух районов А до этого Мне кажется Никаких поползновений В эту сторону не будет Потому что Больше всего Кремль боится Именно вот этих территориальных вопросов Ну, я конечно Кстати, Ингушам Также Пригородный район До сих пор не вернули Ну, они убрали и в Курове-то Не, ну, это И у Курова-то Это не район Он кормить не будет Согласен Земляет Это святое Это то, что должно Я всегда говорю Надо нашим детям Оставить землю и язык Все Все остальное Прирастет Возвращаемся к языку Я в прошлый раз вам говорил Что мы попозже поговорим Вот Максим Саиденов Вынашивает такую идею Я с ним согласен То, что Нам Калмыкам Необходимо вспомнить Необходимо вспомнить, кто мы есть Вспомнить язык Вспомнить свою культуру Сейчас мы разговаривали Там художник рисовал Вот Там Три Четыре Типа красоты женщин Там Процелил целую мудренность Ну Такие Очень благородные Качества Наших Наших Людей Калмыков Наших предков И На сегодня Это Предкость Как нам вернуть Это Как нам вернуться К этому Как нам вспомнить Кто мы есть Я понял Ваш вопрос Задавая Этот вопрос Вы, в принципе На него сами отвечаете Все дело в языке Язык Это Определенный Образ Видит мир Язык Создает Определенную Ментальность Понимаете Вот Я всегда говорю Что Те Кто В детстве Ну Кому Почастливилось Жить С Эджей С Аллой Кто впитал Нашего Калмыцкого языка Это Совершенно Другие люди У них Есть Внутренний Стержень Вот Я всегда Про себя Говорю Что У меня Есть Внутренний Стержень Меня Невозможно Сломать Меня Можно Только Убить Почему Потому что Я все Впитал До сих Пор Помню Слова Отца Всегда Говорил Сынок Кезечен Хул Хабичаке Представляете Это отец Мне как бы Задал Код Я никогда Не ворую У меня даже Понятия нет Как это Своровать Потому что Вот этот Код Отца Который Заложил Он останется Самой До последних Моих дней Вот понимаете Что значит Такой Вот это Воспитание Язык Это все Язык Это стержень На язык Нанизывается Все Традиции Обыча Культура Поведение Понимаете Мировоззрение Это тоже Язык И вот Основная Задача Нового Руководства Который Я надеюсь Скоро Придет Это Возрождение Прежде всего Языка Я всегда Не устаю Говорить Что И им Чирята Магн Кизя Чигин Орс Болшков Или Талдан Кэболш Ковед С этими Лицом Мы можем Быть Только Ой Рад Калмы Как это Красиво Быть Ой Рад Калмы Вы знаете Это просто Счастье Родиться Еще Калмы Не Каждому Еще Удосужилось Или Каждый Достойно Родиться Калмы Понимаете Это же Какая Славная История Героическая Нету Более Такого Славного Героического Народа На Территории Российской Федерации Нету И мы Эту Историю Забываем Я всегда Моя мечта На месте Вот По генеральным Планам Возле Кургана Исхода Возвращения Должен был Заложен Быть музей Репрессированным Репрессированному Калмы Народу Но я Уже Исходя Из реалий Современного Времени Хочу Говорю Давайте Там Институт Национальной Памяти Что он Был Действующий И вот Даже Вижу Зрим Вот Этот Первый Зал Начиная Чингисхан И все Великие Наши Истории Чтобы Не на Зое Космодианской Не на Павлике Морозовой Мы воспитывали Своих Детей Внуков А именно На Своей Славной Историей Чтобы Она С детства Проникала Дух Вы знаете Я Когда читаю О своем Народе Знаете Вот мне Почему-то Плечи Сами Расширяются И так Спина Так Родненькая Становится И голова Почему-то Вот так Начинает Подниматься Горд Это Вот это Внутреннее Состояние Состояние Оно Передается Оно Визуализуется Через Вот эту Мою осанку И все Вот что Значит Дух Вот что Язык А в основе Всего Язык Лежит Язык Самое Главное И первая Задача Нашего Происца Это будет Возрождение Калмыцкого Языка Это будет Самое Главное И основное А все Остальное Придет Очень круто Очень круто Я хочу Сказать Несколько Слов Вот так Мне Посчастливилось Что я Подружился С Айратом Дильмухамедовым Это Лидер Башкирского Движения Национального Ну Это Пассионарий Это Явление Политической Жизни Колониальной России И вот Этот человек Обращаясь К своим Соратникам Башкирам Буквально Несколько Лет Года Два Назад Сказал Такие Слова Которые Я не могу Не прочитать Оно Также Адресовано И нам Нашему Поколению Поколению Тех Кто придет После нас Ни один Из вас Вступая На путь Строительства Новой Республики Вообще Не должен Больше Рассуждать В таких Категориях Как жизнь И смерть Ибо Вступившие На этот Путь Уже В вечности И если Мы погибнем То только Самой Лучшей Воинской Смертью А если Останемся Жить То только На То наша Человеческая Память Спустя Годы Будет Вновь И вновь Возвращать Нас В это Счастливающее Время Нашей Жизни Когда мы Строили Новую Республику Время Которое Окажется Венцом Не только Нашей Собственной Жизни Но и Венцом Всей Многовековой Жизни Нашей Военолюбивой Нации Ее Высшей Целью И подлинным Историческим Смыслом Поэтому я Обращаясь К нашим Землякам Хочу Сказать Что Мы Должны Стать Истинными Хозяинами Своей Республики Ее Истинными Гражданами Ну и так Дорогие Друзья Это был Аркадий Доланж Галяев Очень Хороший Разговор У меня С ним Получился Но я Напоминаю Смотрите Нашу Передачу Ставьте Лайки Хотелось бы Прорекламировать Новое Приложение Максима Зан Онлайн Это На Системе Айос Скоро Будет Подготавливаться На Андроиде Подписывайтесь Смотрите Там Очень Интересный Контент Именно Для Развития Нашей Культуры Нашего Языка Я Думаю Все Что Максим Делай Доброе Дело И Хотел Чтобы Вы Помогли Ему И Подписались Делай 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 Продолжение следует...